Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Доброе утро, дорогие друзья. Лиза Калинина в студии, Никита Некрасов. Всех приветствуем вновь в этот понедельник. И у нас звездный гость. От рады и радости. С премьерой. Леголайз! Доброе утро. Друзья, просим любить, жаловать, ну и заходить, конечно, в группу Страна.ФМ ВКонтакте. Там же есть специальный пост, он закреплен прям сверху. Если у вас есть какие-то вопросы к Леголайзу, пишите, пожалуйста. Ну и я думаю, что мы какие-то вопросы тоже зададим. Привет, Андрей, как дела? Привет, ура. Рад здесь быть. Классная у вас студия, я обожаю к вам приезжать. Только что вот посмотрел свой клип и как раз вот вам, ведущим, рассказывал, что... Укрою. Клип Укрою, что в этом варианте он только на стране ФМ, то есть специально была сделана песня, адаптирована под ваш формат. Я ее давно не слышал в оригинале, она чуть-чуть по-другому, но мне понравилось даже больше, чем в оригинале. Вдохновился, в общем, так скажем. Ну, да. При поднем настроении. Я сам нечасто слушаю свою музыку, но бывает, когда после большой паузы опять смотришь работу... Что-то увидишь, услышишь, да. Ну, по крайней мере, такое удовлетворение есть, что не так уж это и плохо. Отлично. Скажи, для тебя в новинку вставать так рано, как обычно твой день строится? У меня не существует режима, он настолько у меня всегда подвижен. Плавает, график, да? То есть с ночными концертами, перелетами, студиями. У меня просто не существует режима, честно говоря. То есть только сегодня поздно вечером я вернулся домой после презентации альбома моего друга Буррито в «Известие Холл». Сразу к вам. Потом у меня еще вечерние эфиры и ночная студия сегодня. До этого я прилетел из Румынии, где снял клип. Успел выступить в Рязани. В общем, у меня все это вот так... Вот такая вот круговертия. Я отсчитываю только часы, когда вот немножко нужно поспать, чтобы более или менее быть свеженьким. А я только хотела спросить, вот клип у Кроя, там такой у тебя режим и спорт, и такая движуха. Вот похожа жизнь твоя на твоего героя, персонажа? А это и была жизнь, здесь ничего не инсценировано. Мы поехали в Калифорнию с небольшой командой, с актрисой вот этой замечательной Марусей Фоминой. Инсценированы были только наши романтические отношения. Потому что моя жена отказалась сниматься в клипе. Она сказала, что пусть это делают профессионалы, это не моя профессия, я с ней согласен в этом смысле. А остальное, это вот как мы жили, просто гуляли, перемещались. Я тренировался, а меня Игорь в этот момент подсматривал, да, где-то из-за забора меня подснял, значит. Мне поэтому так и нравится этот клип, потому что он очень живой. Ну да, он очень классный, стильный, да. Но у нас другой повод, между прочим. Не об этом клипе мы говорим должны сегодня. Да, все правильно. Относительно недавно вышел новый трек, а еще и клип теперь, да, еще один день называется. Ну давай, рассказывай. Сегодня по этому поводу я у вас, моя новая работа, мой новый клип, я говорю мой-мой-мой, хотя это совместная работа с замечательными двумя музыкантами, продюсерами электронной музыки, всемирно известными нашими соотечественниками, даже из моего района, они из Останкина, из Москвы. Это очень приятно. Но в мире они известны даже больше, чем в России. Они награждены платиновыми дисками по всему миру, выступают на ибицах разных, со всякими там тиесто и такого уровня музыкантами. И в России они начали восхождение вот только недавно. У них песня лирика... Филатов и Карась. Филатов и Кэрас. Кэрас. Они так стараются, чтобы называли их Филатов и Кэрас, и все равно Карась. И все равно все называют, да, и даже когда при лизе пишут Ка, да. Карась никак не отлипает. Когда ребят к нам приходили, совершенно не возражали по поводу Карася. Да, не возражали. Ну ладно, мы исправимся. Да, Леха говорит ночью, я всю жизнь Карась, мне не привыкать. Вот. Он Алексей Карасев, поэтому он с детства Карась. Вот. Ну, во всем мире их знают, а там слово Карась, в общем, не очень знакомо. Поэтому Кэрас все-таки. А у нас по-свойски. Вот. Классные музыканты. Историю. Каким образом? Я, готовясь к эфиру, читал, что вообще, в принципе, вы совершенно случайно повстречались на каком-то музыкальном сэше небольшом. Ну, как случайно. Ну, в смысле, что... Не случайно. Мы выступали на музыкальном фестивале. Да. Который проходил в Турции. Там около недели мы были. Это редкий случай, когда можно отдохнуть, но все равно работая. Да, да, да. Классный был фестиваль, мы там пересеклись. А буквально там за неделю до этого я слышал их песню и думал, почему меня поразило? Так зацепила песня, вроде простая, попсовая по радио, но она аж до мурашек. А потом понял, что они переделали старую песню группы «Сектор Газа», которую Юра Хой пел хриплым голосом, как у меня почти. Вот, а они взяли, по-моему, гениально, очень простая идея, но гениально. Взяли девушку, которая перепела ее более романтично, и песня просто взорвала все эфиры. Взорвала. Я уже знал, кто они такие, когда они ко мне подошли, сказали, во-первых, что мы с одного района, или из одного района, все-таки по-московски правильнее говорить. Давайте так. А во-вторых, сказали, что очень уважают мою музыку, хотели бы сделать что-то вместе. Кстати, вот, и, ну, моя прагматическая жилка мне сказала, продюсерская, что с этими ребятами надо работать. И еще оказалось, что я знаю их песни, которые слышал на европейском MTV, на VIVI. И Мани, вот эта знаменитая песня, которая там 400 миллионов просмотров играет на всяких ибицах. И я удивлен был, что вот передо мной стоят ребята. Потом заехал к ним в студию. Опять же, был удивлен такой разрыв шаблона. Студия, ну, в центре Москвы, но не в каком-то сверхкомфортабельном хай-тековом здании. Подвальчик, все в цементе, трубы наружу, гастарбайтеры какие-то. Да, работают вокруг, я через это все пробираюсь к ним, значит, открываю дверь. И там на стенах платиновые золотые диски. У них небольшая такая комнатка, и я понимаю, вау, вау, пахнет деньгами, как говорят. Ну, конечно, это не главное. Главное, личный контакт. Они классные ребята, очень творческие, очень талантливые. В общем, ты доволен. Мы выбирали песни несколько, они мне включали какие-то свои наработки, которые хотели. И вдруг включают вот этот набросок, и я сразу за него цепляюсь. Вот это надо делать, вот чувствую. Они говорят, нет, у нас там вроде она выходила уже там много лет назад. Я говорю, нет, вот так, как мы сделаем, никто не вспомнит даже. Наш вариант перекроет. И мы сделали эту песню. Молодец, Ликолай. То есть музыка их, с тебя слова? Да, абсолютно. Легко описалось под музыку? Да, да, да. В данный момент какой-то у меня был перелет, и в самолете я написал. Слушай, а ты частенько вот так в самолете можешь раз-раз концентрироваться, набросать? Да, как правило. На высоте музыка тоже посещает. Как правило. Ну, это вот недолгое время, когда ты можешь посидеть спокойно, без интернета, как правило, без звонков постоянных. И творить. Переключиться, да, творить в спокойной атмосфере. Итак, мы уже готовы представить новую работу. Прямо сейчас у нас состоится премьера как песни, так и клипа. Мы о клипе тоже поговорим. Да, буквально для всей страны в интернете мы презентовали в эту пятницу. А вот в эфирах теле и радиостанции она впервые. Так что мы готовы. Очень горжусь этим клипом. Лицезреть. Ну что? Я потом расскажу, кто его снял. Да, мы об этом поговорим. Да, клип есть. Я хочу сказать, что я специально не смотрел. То есть пресс-релиз у меня был получен. Я все прочитал, что-то почитал про ребят и так далее. Но видео и песни я не слушал, чтобы были вот свеженькие ощущения. Ну что, давайте смотрим, слушаем. Буду смотреть на реакцию. Поехали, друзья. Прямо сейчас в нашем эфире. Опа, презентовали. Круто. Еще один день. Ура. Я тебе хочу сказать, что очень здорово. И причем я для себя отметил, что здесь прям сочетается, во-первых, несколько стилей в музыке. Ну, как по моим внутренним ощущениям. И очень здорово, видимо, ребята эту фишку классно секут. Зацеплять будет не только одну аудиторию. То есть, допустим, не только аудиторию, которая слушает тебя. Которую конкретно любит, почитает, уважает, легалайзер. И не только те люди, которые Филатова и Кэроса слушают. Ну, и, ну, это, во-первых, конечно же, популярная, однозначно будет музыка популярная, популярная. Ну, здесь и диско, и какое-то такое прям качественное электронщина вообще. Да, мне понравилось что-то от времен Ласкового Мая, что что-то слегка такие 80-е здесь. Это здорово. Музыка, она всегда циклична и становится популярным то, что было в 80-х, вот по-новому сейчас. Это видно там и в одежде, в музыкальных жанрах тоже. И все жанры смешиваются. Мы берем из всех жанров самое лучшее, все это перемешиваем. Главное, чтобы людям нравилось. Я уверен, что людям понравилось. Мне очень нравится объединять людей. Ну, вот людям нравится, ты же сам так что-то рассказал уже. Уже нету таких жестких разделений, как раньше мы, рэперы, мы это не слушаем. Уже, в принципе, я даже не считаю эту работу сильно экспериментальной, потому что с хаос-музыкой электронной рэперы уже, в общем, давно экспериментируют. Даже уже не экспериментируют, а дружат правильно. Давай расскажем о клипе. Да, ты обещал рассказать про клип. Про клип, да, это отдельный разговор. Клип снял очень крутой кинорежиссер. Именно, не клипмейкер, да? Не клипмейкер. А вот мы решили, чтобы снял именно такой знаменитый, еще артхаусным своим кино. Знаменитый режиссер Игорь Волошин, который наснимал много фестивального кино, у которого много призов. Друг Балабанова, Буслова, и Звягинцева, и всех-всех-всех призер разных международных фестивалей в жюри. Да, не только круто, он еще и очень популярный. Он же сейчас и физруком занимается, обалденным сериалом для нашего кинематографа. Это сериал «Ольга», он сделал очень громкий. И физрука нового, говорят, они решили сделать такой ребрендинг и сделать сериал «Физрук умным». Вот, и они позвали этого режиссера. Вот точно так же мы захотели сделать свой клип умным. Несмотря на то, что песня достаточно легкая такая, попсовая, пусть и с серьезным достаточно текстом, скажем так. Но все равно, мне кажется, я его легко достаточно преподнес. А клип мы решили сделать вот такой непростой. Одним из референсов у нас был «Сталкер Тарковского», другим «Нелюбовь Звягинцева». Вот эта вот песня про расставание, как два любящих человека расстались, но они еще любят друг друга. И вот у них перевешивают весы за и против. Они вроде бы тянутся к друг другу и в то же время быть вместе не могут. И вот были отношения, но сейчас вокруг разрушенная территория, там, где была вроде недавно жизнь. Поэтому вот такая визуальная поэзия в этом клипе для размышлений, для анализов, метафор вот этих вот всех музыкальных. По-моему, очень классно. Я очень горд. Да, стильно, стильно, очень стильно. Клип такая девушка прям эффектная. Да, девушка прекрасная, Анжела. Не она поет этот припев, поет припев другая девушка, которая сейчас не в России. А это модель из агентства «Люмпин» замечательного, Анжела прекрасная. Выбрал ее режиссер. Он сказал, вот такая должна быть девушка. Вот прям вот неземная, не отсюда. Спасибо ей большое. Не так просто было снимать. Это уже было совсем недавно. Ноябрь холодно. Вот этот заброшенный завод. При обработке не видно, но у нас просто пар там валил. Нет, почему же видно-видно? Когда-то колбаску даешь собаке. Вот я грелся у этого костра только. А бедная Анжела, ей даже у костра рядом не было. И она там такая вот полураздетая, красивая. Но сложно ей было, конечно. Мы сразу после этих кадров накидывали на нее пуховики, чтобы она грелась. Достаточно быстро. Очень профессиональная команда, кинокоманда. Такая в тонусе. Они много снимают. Очень натренированно. Здорово. Классный тайм-менеджмент был. То есть за одну смену, за 12 часов. Это очень быстро. По моему опыту всегда идет переработка. То есть 12 часов всегда превращается в 17 как минимум. А здесь даже быстрее, по-моему, управились. Круто. Ну поздравляем с премьерой тебя. Уже классные итоги. Ты уже поделился с нами, что пятое место iTunes. Хорошо, да, в России топ-файв уже. Тем более, что только с сегодняшнего дня идут эфиры радиостанции поддержки. Песня уже в iTunes на пятом месте в России. Классно. Среди поп-музыки на третьем даже, по-моему, месте. Сейчас мы смотрели почти полмиллиона просмотров у клипа. Здорово. И очень приятно. Людям нравится. Конечно же, ругает кто-то. Но это всегда. Всегда есть. Это всегда. Я замечал. А как ты уже относишься? Вырвывался иммунитет? Или все равно еще дергает? Думаешь, ну что ж так? Очень подозрительно, когда они ругают. Я тоже хотел сказать, прям с языка снял. Очень подозрительно. И, как правило, работы тогда не идут, не становятся громкими, заметными. Как только начинается ругань, как только ко мне ломятся какие-то люди, которые пишут, насколько я испортил им жизнь своей новой песни, я сразу понимаю, что все хорошо. Ну, в принципе, уже не затрачиваешься, не реагируешь, да? Не расстраиваешься. Всякому бывает. Хочется философски к этому всему относиться. Иногда кольнет, если ты там не в настроении, уставший, там вечером заглянул, и вдруг тебе кто-то написал. Ну, конечно, какая-то все ерунда, надо к этому относиться. Хотя иногда очень дисциплинирует. Тоже на себя посмотреть со стороны нужно. Это бывает полезным. Нужно просто правильно к этому относиться. Спасибо тебе. С кем еще планируешь, может быть, в ближайшее время? Записать дуэт? Да, приоткрываем по тайну, если это есть. В плане. У меня вышел альбом. Я еще сейчас скажу, альбом живой. Да. Очень классные клипы из него. Спасибо вам большое, что вы поддерживали. Я приходил к вам с премьерами нескольких клипов. И «Мелодия души», и «Укрою», и «Караван» у вас звучат в эфире. Там было очень много фичерингов в этом альбоме. Практически в каждую песню я пригласил кого-то на припев. Это был абсолютно сольный альбом, но на припевы я пригласил самые лучшие голоса разные. И, как мне показалось, я немножко переборщил вот с количеством приглашенных. Поэтому новый альбом я решил сделать вообще один. Сольно. Сольный альбом полностью. Мы скоро продолжим. Да, вынуждена прерваться. «Леголайз» у нас в гостях сегодня. До скорого вернемся. Доброе утро, друзья. У нас прекрасная подборка музыки сегодня. «Леголайз» пришел, и у нас прям... Заиграла краска. Да нет, всегда хорошо. Ну что, смотри, Андрей, вот ты говоришь, у тебя сейчас вышел сольный альбом, и о нем говорили, и хочешь сконтенсироваться на сольном, так скажем, творчестве. У меня вышел альбом «Живой», который уже доступен. Вы должны все его обязательно послушать. Но он вышел еще вот прошлой зимой. Получается, уже почти год прошел записан. Новый альбом, который сейчас рано еще выпускать. Чуть-чуть я выдержу паузу. Пока что я вам представил сегодня новый сингл, новый клип. Готовлю много новой музыки. И альбом будет абсолютно сольный и без участий. Но это не означает, что у меня не будет совместных работ. Только что я вернулся, вам приоткрыл как раз секрет. Вернулся из Румынии, где снял замечательный клип с молдавской группой «Сдобший сдуб». И с номер один звездой в Румынии. Скоро привезу, презентую вам. Очень веселый, классный, мощный клипец. Совместные работы с ребятами, которые у вас в эфире. У меня тоже будут. Вчера вышел альбом «Буррито», на котором у меня совместные песни. В общем, работаю, 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 работаю. Здорово. Много всего. У меня была небольшая пауза творческая. Теперь приходится наверстывать. Пошла на поле. Пожалуйста, подписывайтесь к моему инстаграму. Наверное, лучше из всех сетей выбрать его. Потому что я его сам обновляю. И он такой раскачанный более или менее. Legalize.mc в инстаграме. Там афиши, новости, общение. Legalize.mc в инстаграме. Информация по поводу того, где тебя ловить. Да, я хотел прорекламировать свой ближайший концерт, но я сам уже не помню. Ну тогда все в инстаграме, Legalize. Своим концертным директором я не успеваю запоминать. Спасибо, Legalize. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Legalize. Встретил утро понедельника с нами.